Лето традиционно считается не самым баскетбольным периодом. Чемпионат еще не стартовал, а до Еврокубков еще больше времени. Спасают лишь редкие товарищеские матчи. Смотришь на заполненный до отказа трибуны Фука-Мещерский на контрольной игре Нижнего Новгорода с Казанским Униксом и хочется стоя аплодировать. Середина рабочей недели, время 15.00. По атмосфере этот матч уже точно не уступает официальному. На паркете также борьба за каждый участок площадки. Что приятнее вдвойне, в составе БКНН, как в старые добрые времена, на ведущие роли выходят российские игроки. Единственный легионер – Стерлин Гибс. Американский разыгрывающий в проходы под кольцо лезет и штрафные реализовывает. Но и лидеры прошлого сезона в строю. Стребков и Губанов ведут своих новых партнеров к кольцу. И даже если у них что-то не получается, черно-белая молодежь тут же бросается в отбор. Неудивительно, что самым результативным игроком в составе горожан стал новобранец команды Александр Захаров. Он скромно делит лавры лучшего со всей командой. Я новый человек в этой команде. И когда команда поддерживает тебя в первой же игре, ну это очень приятно. Спасибо. Старались, работали, пытались выполнить установку тренера, играть больше от защиты. Что-то получилось, что-то нет. Сейчас поедем на второй сбор в Словению, будем корректировать все свои ошибки. А они, естественно, были. Нижегородцы на равных боролись с одним из лидеров российского баскетбола на протяжении трех четвертей. Перед заключительной десятиминуткой на табло горит равный счет – 62-62. Однако в последнем отрезке опыт и сыгранность уникса взяла верх. Итоговые 76-88 не имеют никакого значения. В предсезонке закладывается фундамент на официальные игры, а для зрителей увидеть своих кумиров – сплошь положительные эмоции. Об этом после матча говорит и главный тренер БКНН Зоран Лукич. Для меня это самая товарищеская игра без особого назначения в смысле результата. Так как закончилось, я думаю, это будет хороший момент для подумать, на какие моменты им надо работать, какие коррекции сделать. Интересные могут быть для игроков. Честно, я не ожидал зрителей. Окей, может быть, понравилась болельщикам эта игра. Я думаю, по одной причине это стопроцентно – количество русских игроков. Впереди у команды предсезонный турнир в Словении с участием таких команд, как «Эфе Спилсон», «Байер», «Бешикташ», а также полное комплектование состава. Ждем нижегородцев снова на родном паркете. Поддержка трибун им обеспечена. Григорий Ожигин, Тимур Хакимов и Михаил Городников. Объективно. Спорт. ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин